Ну, я не знаю, как вы к суевериям, к мистике относитесь. Я не очень, например, верю, что когда разобью дорогую посуду свою, что это к счастью. Не верю я, скажем, что если олигарх свистит, то это он без денег останется. Но что-то такое есть. Вот на эту тему такой новенький набросок. Приметы не зря существуют. Кто-то сигналит нам с того света или еще откуда-то. Подает знаки через всякие явления природы, разные числа. Мы не понимаем ничего, только ушами машем. Короче, сказал жене, что вечером собрание на работе. Приду поздно, а сам взял отгул и с утра в гости к одной своей хорошей знакомой. А пятница, 13 число, даже не обратил внимания, не насторожился. Она за городом живет 13 километров от города. Тоже мне знак был. Надо было вернуться, рассказать все жене. Так и так, мол, черт попутал, не по своей, то есть воле, собрался в гости. Нет, поехал. Иду от станции железнодорожной, частные дома уже начались, а там, походу, пустырь небольшой. Выскакивает неоткуда здоровенная собака, злая как черт, и бросается ко мне. Я от нее. Хорошо по пути дерево росло. Я как кошка. Быстрее. Шесть секунд я уже на самом верху. Собака внизу лает, пена изо рта. Сошла с ума. Чего она, я ее первый раз вижу. Говорят, собаки чуют, что с человеком творится. Что она может чуить? Что я жене наврал? Жена не чует, а собака чует. Сорок минут уже сижу на ветке. Ни один воробей столько не сидит. Может, когда врешь, что-то выделяется в организме, кайма кислота, неизвестная науке, и они ее чуют. Может, совесть начинает подванивать, и они чуют. Сук подо мной треснул. Смотрю вниз. Лететь метров тринадцать. Как минимум. Сук еще раз треснул. И сразу мысль. Надо было дома сидеть. Чего я поехал куда-то? Зачем, собственно, не такая уж красавица, чтобы из-за нее тринадцать метров лететь вниз головой? Сук еще раз треснул. Жена у меня намного красивее, чем эта зараза. Готовит хорошо, доброе, нежное, отзывчивое. Сук еще несколько раз треснул. Всего тринадцать раз. И я полетел. Лечу, думаю, дурак ты, дурак. Лучше же дома сидеть, чем лететь вниз башкой. Побился о сочи, о ветке, и сцарапался весь. Но встал на ноги. Баскервиле, вот она. Нос к носу, виляет хвостом. Думаю, ну тогда. Да знакомый. И только я дернулся. Мне опять сигнал. И опять бестолку. Главный сигнал такой явственный, как будто специально для слабоумных. Только дернулся. Собака говорит, ты куда? Ну какой еще сигнал нужен? Конечно, когда тринадцать метров пролетишь вниз головой, может что-то и померещится. Но вроде она сказала, ты куда, сукин сын? Сукин сын точно сказала. Потом думаю, может показалось все-таки. На всякий случай говорю, куда, куда? Тут к одной знакомой. Собака говорит, поезжай домой, придурок. Как раз в одиннадцать двадцать электричка. С одной стороны, понятно, суеверие. Откуда собаки знают расписание поездов? Она же не шпион. С другой стороны, зря она тоже не скажет. Наверное, в природе есть что-то такое мистическое. Тут Баскервиле опять что-то оскалило, зарычала гадина. И я ясно так понял, есть что-то в природе мистическое. И побежала на станцию. Жена ничего не почуяла, пирог испекла, кофе сварила. И вижу, еще что-то в запасе держит. Говорю, ну выкладывай. Она в том году, мы в Америке были, в туристической поездке. Купили там билет лотерейный. Он выиграл. Сколько? Тринадцать миллионов. Где билет? А вот он. Взял билет и порвал его на мелкие части. Жена за сковородку. Говорю, подожди. Подусторонние силы существуют, сигналят нам, предупреждают от опасности. И тут она размахивается. Что дальше было, не помню. То есть точно что-то есть в природе мистическое. Ну я не знаю, как вы к суевериям, к мистике относитесь. Я не очень, например, верю, что когда разобью дорогую посуду свою, что это к счастью. Не верю я, скажем, что если олигарх свистит, то это он без денег останется. Но что-то такое есть. Вот на эту тему такой новенький набросок. Приметы не зря существуют. Кто-то сигналит нам с того света. Или еще откуда-то. Подает знаки через всякие явления природы. Разные числа. Мы не понимаем ничего. Только ушами машем. Короче, сказал жене, что вечером собрание на работе. Приду поздно. А сам взял отгул и с утра в гости к одной. Своей хорошей знакомой. А пятница, 13 число, даже не обратил внимания, не насторожился. Она за городом живет 13 километров от города. Тоже мне знак был. Надо было вернуться, рассказать все жене. Так и так, мол, черт попутал. Не по своей, то есть воле, собрался в гости. Нет, поехал. Иду от станции железнодорожной. Частные дома уже начались. А там, походу, пустырь небольшой. Выскакивает неоткуда здоровенная собака. Злая, как черт, и бросается ко мне. Я от нее. Хорошо по пути дерево росло. Я как кошка. Быстрее. Шесть секунд я уже на самом верху. Собака внизу лает, пена изо рта. Сошла с ума. Чего она, я ее первый раз вижу. Говорят, собаки чуют, что с человеком творится. Что она может чуить? Что я жене наврал? Жена не чует, а собака чует. Сорок минут. Что она будет? Что она может чуить? Что она может чуить? Сорок минут. Продолжение следует...